МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести Хакасия. События недели. В студии Анна Ахпашева. В этом выпуске. Предновогодний рост цен раньше срока. Вообще сыр с каждым днём всё дорожает и дорожает. Цены на продукты питания полезли вверх. Основной скачок ещё впереди. Противостояние местных чиновников и китайских овощеводов продолжается. Кто выйдет победителем? Требую действовать жёстко и решительно. Глава республики потребовал снести все китайские теплицы до Нового года. Инспекторов на бульдозера. Самоучки добро пожаловать в автошколы. Экзамен экстерном ушёл в прошлое. Необходимо, конечно же, пройти полную подготовку в соответствии с программами. В России серьёзно изменились правила выдачи водительских прав. На этой неделе Виктор Зимин выступил с жёсткой критикой глав местных администраций и своих коллег. Причиной столь резких высказываний стали итоги пятимесячной борьбы с китайскими овощеводами. Как показала практика, точечные удары по нелегальным теплицам не помогают. Их сносят в одном месте, они вырастают в другом. С июня по октябрь специальной рабочей группой, в которую вошли представители прокуратуры, миграционной службы, Россельхознадзора было проведено более 20 различных рейдов. Поймали на месте около 300 нелегалов. 26 граждан России уличены в пособничестве иностранным рабочим. Несмотря на все усилия, китайских овощей на прилавках меньше не стало. Теперь надзорным органам придётся бороться не только с китайскими овощеводами, но и с местными предпринимателями, которые берут сомнительную продукцию на реализацию. Не должна торговать ни одна база этими огурцами и помидорами. Не должно быть света на этих теплицах. Республика себя прокормит. Жили без этих помидоров с огурцами. Еле настоящие. Наши дачники способны это всё вырастить. Да и комплексы новые рождаются. А они не будут рождаться, новые теплицы. Потому что эти неконкурентно способны с ними. Налогов не платят. Заработная плата вся в чёрную. Уже не говоря, о чём ранее сказал. Что отрава гольная. Самым проблемным в республике остаётся Усть-Абаканский район. В окрестностях Абакана концентрация китайских построек самая высокая. И виной тому отчасти местные чиновники. Работа идёт медленно. А достигнутые результаты не позволяют считать принимаемые меры достаточными. В чём причина? На мой взгляд, первое. Позиция органа местного самоправления Усть-Абаканского района. Проблема с китайскими теплицами практически только в этом районе. И плюс ещё два года назад она возникла в Усть-Абакском районе. Классила Кирбак. И сярско-фермское хозяйство. Хван Валентина Ивановна. В других районах этого нет. Были попытки в Алтайском районе в 2004 году, когда они непосредственно обратились к главе. Глава собрал сход, высказали свою позицию, и там не стало. И в текущем году в Ширинском районе обратились к главе района. Он точно так же выразил свою позицию на сельском хозяйстве. Проблем с вашим отсутствием нет, поэтому можете проходить мимо. Усть-Абаканский район, на мой взгляд, создал условия для функционирования теплиц. И второй урожай посадили. Чё не так? Так. И они надеются, что его вырастят. И плевать они хотели на вашу рабочую группу. Потому что все включатся в эту тему и обоснуют её, что власть действует незаконно. Вот если докажут мне, что мы незаконны, тогда вы мне здесь никто не нужны. Больше дебатов не будем проводить, коллеги. К Новому году теплиц не должно быть. Инспекторов на бульдозера. И ловите на бульдозерах. С привлечением тяжёлой техники или без на выполнение распоряжения главы республики осталось ровно 50 дней. Чтобы не терять драгоценное время, уже на следующий день силовики отправились в очередной рейд. ОМОН, прокуратура, миграционная служба и сельхознадзор нагрянули в китайские теплицы. То, что увидели инспекторы, лишний раз подтвердило своеобразное бессмертие китайских поливодов. Нелегалы вроде как и не знают, что с ними борются. Как оказалось, земля уже подготовлена к очередному сельскохозяйственному сезону. Константин Кравцов выяснил, как всё-таки победить иностранных овощеводов раз и навсегда. Что же содержит в себе хакасская земля, определить предстоит красноярским специалистам. И, судя по практике, полезного в ней мало. В основном превышения по мышейку, по нитратному азоту особо опасные. То есть выявляется такое? Да, выявляется. Во всех практически теплицах. Сегодня сезон у тепличных аграриев окончен, урожай собран и отправлен на республиканские прилавки. По разным оценкам, выручка от продажи огурцов и помидоров с одной такой теплицы может составлять до 2 миллионов рублей. Тепличные комплексы в пригороде Абакана напоминают больше овощеводческий мегаполис. Десятки, а то и сотни гектаров земли в руках иностранных аграриев. В основном это китайцы. Вместе с выращиванием сомнительных овощей, они захламляют территорию, буквально превращая земли сельхозназначения в пустошь. Проведя проверку, прокуратура завела два уголовных дела. Отвечать придется, скорее всего, предпринимателям. Вместе с этим подготовлены документы о лишении их права на земледелие. Пока это пробные иски. В случае, если решения суда будут вынесены, будут подготовлены дополнительные заявления. Кроме того, направлены заявления о очистке от хлама, который вот здесь видели. Еще одна проблема теплиц – нелегалы. За полгода их обнаружено более 250. По традиции с китайцами довольно сложно найти общий язык. И хотя бы узнать, есть ли при себе у них документы. Ну ты же говоришь по-русски, я же вижу по тебе. Уже в дом. Дома? Да. А у кого дома? Это здесь. Кто хозяин? Это хозяин домой. Китай. Нет, хозяин в Китае? Да. Совсем далеко. С окончанием сезона в комплексах людей немного. Только сегодня силовики поймали троих. Проблема теплиц и нелегалов накануне вызвала критику главы республики. Он потребовал ликвидировать до нового года все постройки. Впрочем, представители той же ФМС уверены – в одиночку им не справиться. Нужно сообща. Если, допустим, комплексно подойти всем службам, в том числе, которые отвечают и за землю, сельхозназначения, где вот эти теплицы возведены, если они административно-правовые нормы все свои включат, то я думаю, что это реально. Можно избавиться от этого всего. Нынешний рейд показал, что разные структуры, похоже, умеют работать вместе. Только вот мероприятия почему-то проигнорировали власти Усть-Абаканского района, которые в ответе за эти самые земли сельхозназначения. С 5 ноября в России вступили в силу поправки, которые серьезно меняют правила выдачи водительских удостоверений. Количество категорий увеличится до 10. Впервые вводится разделение на тех, кто вводит автомат и механику, а сдавать экзамены экстерно будет запрещено. Меняются правила лицензирования автошкол, а водители-мигрантов обяжут получать российские права. Мормально почти все поправки вступают в силу 5 ноября, однако на практике большинство изменений реально заработают только с 2014 года. Именно появление новых категорий транспортных средств и как следствие водительских прав стало главным нововведением. Число категорий увеличится до 10, пока их было 5. Кроме того, появится еще 6 подкатегорий. Так вводится категория М, обладатели которой уже 16 лет смогут управлять мопедами и легкими квадроциклами. Ранее этими транспортными средствами можно было управлять вообще без прав. В категории А появится подкатегория А1, куда попадут все мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров. Под категорию Б1 попадут водители квадроциклов и трициклов. Отдельные категории прав появятся даже для водителей трамваев ТМ и троллейбусов ТБ. Пока тем, у кого есть мопед, но нет прав, придется поставить его на прикол. Потому что автошколы, несмотря на вступление в силу закона, сегодня не могут обучать на эту категорию. Равно как и подкатегории. Точно так же и госавтоинспекция не может принимать экзамены по ним. Потому что до сих пор нет необходимых подзаконных актов. Они появятся, скорее всего, в 2014 году. Еще одно новшество – отмена сдачи экзамена после самостоятельной подготовки, то есть экстерном. Теперь получить водительские права можно будет только пройдя курс обучения в автошколе. В Российской ассоциации профессионального транспортного образования отмену экстерна приветствуют. По подсчетам экспертов, с 1995 года около 4 миллионов водителей вообще не проходили никакой подготовки. И сегодняшняя агрессия на дорогах во многом идет от этого. Это правильно сделано, и законодатели правильно пришли к этому. Потому что очень высокие требования сейчас отводятся к подготовке водителей. И поэтому необходимо, конечно же, пройти полную подготовку в соответствии с программами подготовки водителей различных категорий. И подойти успешно, ну или, так скажем, к сдаче экзамена в полном соответствии с этими требованиями. Впервые законом вводится разделение для автомобилей с автоматической и механической коробкой передач. Если будущий водитель проходил обучение на автомате, то в правах у него будет специальная пометка АТ. В этом случае управлять автомобилем с механикой ему будет запрещено. Впрочем, пока нет ни разработанных программ обучения для каждой категории, ни какого-либо наказания за езду на механике тем, у кого есть ограничения. Поправки к закону о безопасности дорожного движения, скорее всего, повлекут увеличение стоимости обучения в автошколах. По прогнозам специалистов, цены, безусловно, вырастут, но не на много. Максимум 10-20%. На этой неделе неприятно удивили цены на продукты питания. До Нового года еще практически два месяца, а стоимость основного продуктового набора уже вполне праздничная. Дорожает вся молочная продукция. На старте овощи, рыбы и мясо. Еще немного и куриное яйцо может претендовать на звание «золотого». Среди молочки лидер подорожания – сыр. За последний год, по словам продавцов, он набрал в цене 100 рублей. А с началом ноября грустные времена настали для любителей всего молочного. Как говорят специалисты, сезонные изменения. Переписывать ценники приходится почти каждый день. Сливочное подорожало на 5%, сыр на 6% с небольшим процентом, творог – 5,7%, молоко – 7,2%. Ну, здесь есть еще и момент тот, что поднялись цены производителей. А то, что происходит с ценой на яйцо куриное, иначе как лихорадкой, не назовешь. В апреле десяток стоил 32 рубля, а сейчас в среднем – 55. Причем в каждом отделе суммы разные. Продавцы инфляцию объясняют проблемами на птицефабрике. Якобы у нее был трудный год, и чтобы выжить, она задирает цены. У руководства птичьего хозяйства совершенно другая информация. У нас цены не повысились. Отпускные цены оптовикам, которые мы отпускаем, остались на том же уровне. Овощи пока держатся. Даже картофель, по данным Хакостата, за последний месяц не дорожал. На прежней планке остаются мясо и фрукты. Но это затишье – вопрос времени. Во второй половине ноября начнется предновогодний рост цен. И, как показывает практика, после праздников снижение стоимости продуктов не происходит. Пожалуй, ни один из российских праздников столько раз не подвергался пересмотру изменениям. 73 года, 7 ноября, был днем Великой Октябрьской социалистической революции. В 95-м его переименовали в День освобождения Москвы силами народного ополчения. Год спустя эта дата обозначена как День согласия и примирения. И с 2004 года, 7 ноября – День воинской славы России. А каким этот день остался в памяти людей – в нашем сюжете. С 2005 года, 7 ноября, Красный день календаря стал черно-белым. С этого времени – праздничные демонстрации, митинги на площадях, инициатива местных отделений Компартии. Торжеств в республиканской столице сегодня не было. Местный закон не позволяет проводить шествия по улицам в будни. Всё перенесли на субботу. Хотя в соседнем Красноярске ради памятной даты сегодня перекрыли несколько улиц на правом и левом берегу. Абаканцы остались без демонстрации, но праздничного настроения не растеряли. Настроение было прекрасное. Мы были молодыми, поэтому для нас праздник 7 ноября всегда был. И, по-моему, остается. В моё детство ко всем праздникам, в том числе к 7 ноября, делали подарки, конфеты. Вот эти всякие апельсины, яблоки. Это же было празднично очень. С родителями, помню, ходили на парад с шарами. Маленькие были. Ощущение праздника было у родителей, у вас? Конечно, помню. У родителей стряпали пироги, стол накрывали. Если для большинства советских людей 7 ноября был действительно праздником и выходным днём, то для работников телевидения День революции был настоящим государственным экзаменом на профпригодность. Демонстрации транслировались в прямом эфире на всю республику. Подготовка сценария занимала не меньше месяца. Колоссальная ответственность не только за техническое исполнение, но в первую очередь за содержание эфира. Мы пригласили на трансляцию, тогда работали на Вагонмаши, специалисты из Германии. Они монтировали там уникальное оборудование. Очень интересное интервью было о жизни, о мире, о дружбе. И в конце наши германские гости сказали, но главное, чтобы люди жили хорошо, а не важно, какая партия у власти. Но это было бомбой, конечно. И нам потом еще долго в обкоме партии припоминали. Как это так? Неважно, какая партия. Кстати, в бывших союзных республиках 7 ноября по-прежнему отмечают. В Белоруссии и Кыргызстане это государственные праздники. В современной России 7 ноября потерял статус торжества, но сохранил статус памятной даты – День Октябрьской революции 1917 года. Сегодня в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. И у нас в гостях главный полицейский Хакасии, министр внутренних дел республики, генерал-майор Илья Иванович Ольховский. Илья Иванович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Прежде всего, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Ваша работа, как известно, и опасна, и трудна. Давайте начнем с того, чем к сегодняшнему дню, с какими результатами вы подошли. Ну, я хотел бы что сказать, что за последние 6 лет в республике Хакасии наметилась устойчивая тенденция снижения преступности. Это, наверное, здорово, это здорово, хорошо, это труд всего коллектива и органов внутренних дел. И я бы не хотел здесь отделять всю правоохранительную систему, которая вместе в едином, как говорится, кулаке понимает все меры для того, чтобы снизить преступность и защитить наших граждан на территории республики Хакасии. Причем речь идет не о десятках сокращения преступности, а идет на тысячи сокращения преступности. Это говорит о том, что те задачи, которые перед нами ставятся, в целом выполняются и выполняются на высоком профессиональном уровне. Я думаю, это на себе ощущают и сами жители республики. Жить стало спокойнее. Ну, наверное, если я не хочу засорять цифрами, но я хочу сказать, если у нас в три раза сократилось количество погибших от преступных посягательств, то, наверное, уже говорят о том, что, наверное, что-то делаем мы правильно и достаточно хорошо. В праздник не хочется о грустном, но все-таки немного о наболевшем. Вот буквально накануне, 31 октября, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая перед Советом Федерации, фактически признал провал реформы МВД. И основная претензия – это сокращение численности сотрудников. Привело к возросшей нагрузке, прежде всего, примеру, на участковых. В Хакасии как обстоят с этим? Ну, вы знаете, когда проходила реформа, мы поняли, я считаю, разумное решение. И несмотря на то, что мы тысячу единиц сократили, мы ни одной должности участковых уполномоченных не сократили. Понятно, что эта тяжесть легла на плечи других служб. Мы вынуждены были тоже патульно-постовую службу сокращать, неведомственную охрану сокращать. Но участковых мы ни одной единицы не сократили. Мы на сегодняшний день, вот в продолжении этого разговора, восстановили статус КВО всех районных отделов внутренних дел, где у нас были так называемые созданы межмуниципальные подразделения. Это когда Кшира присоединили Баградский район, Женикидзовский район, ну и ряд других районов, где были. Мы одни из первых восстановили этот статус. На сегодняшний день у нас все районные отделы или городские отделы полностью стали самостоятельными. Мы за счет сокращения аппарата МВД ввели дополнительные единицы в эти подразделения, и на сегодняшний день они являются полнокровными, они работают. Безусловно, конечно, сокращение сказалось в целом. И на охрану общественного порядка, особенно на безопасность дорожного движения, мы сократили 50 экипажей. Это можете представить, сколько мы потеряли на дорогах. И, наверное, разумная та критика, которая высказывается со стороны наших граждан, о том, что на сегодняшний день редко можно увидеть на улицах сотрудников подразделения дорожно-патрульной службы. Но понятно, что здесь есть объективная причина. К сожалению, у нас остались аппаратульно-поставая служба только в трех городах. Это Абакан, Саяногорск и Черногорск. Во всех районах мы вынуждены были эти подразделения сократить. У нас сократились такие подразделения, как неведомственная охрана. Есть у нас целые районы, где вообще такая структура, как неведомственная охрана, отсутствует. Конечно, это влияет, но, несмотря на это, мы все-таки сумели удержать в целом оперативную обстановку. И ухудшения на самом деле не произошло. Еще одна острая на сегодня тема – это конфликты на межнациональной почве. Достаточно вспомнить Москва, Берелева. Как в Хакасии? Понятно, что сегодня нужно работать на опережение. В республику тоже приезжает очень много эмигрантов, рабочая сила. Как в этом направлении ведется работа? Ну, комплексно ведется. Первое – это, конечно, работа, так называемая, по направлению общая профилактика. Где начинается с момента прибытия в нашу республику граждан и проведение работы с диаспорами, проведение на межрелигиозных отношениях. Проводится комплекс мероприятий под эгидой правительства проходят. Я хочу сказать, что на сегодняшний день каких-то острых конфликтных ситуаций, связанных на межнациональных отношениях, практически в республике нет. Больше, конечно, преступлений, в том числе совершается, конечно, на бытовой почве. Илья Иванович, еще такой вопрос. Вы довольно часто ведете личный прием граждан. К вам идут жители республики со своей болью, со своими проблемами. Может быть, несколько примеров из вашей практики. С чем к вам идут люди? Ведь они считают, что помочь им может только министр. Ну, наверное, это ошибочное понимание. Я хочу сказать, когда я только прибыл сюда для прохождения дальнейшей службы в республику Хакасия, на самом деле по 50 и более человек в том же Сайногорске, в Черногорске записывалось ко мне на прием. Я рад, что на сегодняшний день, когда я выезжаю, а у нас существует так называемая выездная приемная министра, мы выезжаем также и в районах производим прием, граждан проводим, что сегодня в том же Сайногорске, в Черногорске в среднем на прием приходят от 3 до 5 человек. То есть, значит, если к министру не идут, значит, два варианта. Или министру не верят, или на самом деле порядок наведен до такой степени, что уже им с министром просто не о чем общаться. Поэтому я честно хочу сказать, что вот то направление, которое мы взяли, а мы на самом деле очень много принимали граждан, ну, наверное, сумели как-то переломить эту ситуацию. Какие вопросы в целом? Ну, в принципе, от прочтения стихов до высказывания критических замечаний в адрес сотрудников полиции на те недоработки, которые имели место. Это понятие решения, это несогласие с понятием решения об отказе в возбуждении уголовного дела, много по линии участковых, как правило, это семейно-бытовые отношения, это вопросы, связанные с соседями конфликтной ситуации, которые создаются буквально на все темы. Поэтому выделить конкретно, сказать, много по линии безопасности дорожного движения, особенно, когда совершается ДТП, и где вопрос стоит, кто прав, кто виноват, да, в любом случае одна сторона будет виновата, вторая будет, ну, наверное, все-таки потерпевшей стороной, поэтому кто-то не согласен с принятием обращения. Ну, как вы сказали, главное, что люди идут, да, и вы для них открыты. Люди идут, да, на самом деле, и довольно много, в среднем, ну, от 10 до 15 человек, когда я провожу вот его в аппарате МВД, и много записывается, когда я понимаю еще и в правительстве. Там мне тоже раз в месяц я в правительстве понимаю, в среднем где-то до 15 граждан приходят на приемы. Конечно, очень приятно, когда ты понимаешь, что ты помог человеку и решил ту беду, которая на самом деле случилась, и, как правило, редко приходит кто-то сказать спасибо, всегда приходят, чтобы все-таки получить помощь. Илья Иванович, ну, мы знаем, что вы тоже довольно часто благодарите простых людей за какие-то гражданские поступки, своих сотрудников. Расскажите, вот такая тенденция поощрять, это ваша личная, да, инициатива? Какую цель видите в этом? Ну, цель мы заложили в той, или в тех программах, которые у нас на сегодняшний день действуют, это служить и защищать, и первый шаг, вот я неоднократно и много об этих программах рассказывал. Так вот, основной задачей, как бы, является этих всех программ, и наша задача все-таки является, что борьба с злом и таким явлением, как преступность, охрана общественного порядка, если этим только будет заниматься органы внутренних дел, очень сложно, и порой, может быть, и не достигнем мы того конечного результата, которого хотелось бы. А вот когда все граждане станут на защиту и будут не проходить просто мимо против элементарного, даже, казалось бы, на первый взгляд, да, сидят мальчишки, распивают пиво, сделали замечание, в подъезде кто-то хулиганит, сделали замечание. В конечном итоге мы каждый знает, кто у нас соседи, что они из себя представляют, где изготавливают наркотики, где употребляют наркотики, где торгуют спинтом или другие какие-то правонарушения, где неблагополучная семья и все. Я благодарен жителям за то, что в нашем республике, за то, что на самом деле многие откликнулись на понимание вот того гражданского долга, который стоит перед каждым нашим гражданином, и у нас есть масса уже примеров, это не единичные случаи, когда идут задерживать преступников, когда задерживают преступников, вооруженных преступников. К сожалению, были и случаи, когда при задержании получали наши жители ранения и все, но с честью выполнили до конца свой гражданский долг. Как здесь не сказать этим гражданам спасибо? Конечно, мы все делаем, мы поощряем, мы материально поощряем, и говорим добрые слова, спасибо, и я рад, что у нас таких жителей с каждым днем все больше и больше становится. Ну и сегодня у вас есть возможность поздравить своих коллег с профессиональным праздником, тех, кто в данную минуту находится на своем посту. Я хочу сказать спасибо всем за службу, и, как ни странно, всем в сегодняшний день и на будущее. Хотел бы пожелать, чтобы в нашей системе была просто на посту, безработица, чтобы меньше было вызовов, чтобы меньше было происшествий, чтобы меньше выезжали наши сотрудники в составе оперативно-следственных групп на место происшествий, чтобы мы могли заниматься все с вами общим понятием профилактики, чтобы мы могли рассказывать детям, могли подоточать, а не раскрывать уже то, что случилось в преступлении. Поэтому всем удачи, берегите себя, всего самого хорошего. Мы, в свою очередь, также поздравляем вас. Спасибо еще раз огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо и вам за понимание и за поддержку, которую вы оказываете. Всего доброго. Напомним, сегодня у нас в гостях был министр внутренних дел Республики Хакасия, генерал-майор Илья Иванович Ольховский. У меня на этом все. Программу продолжит парламентский дневник. Сегодня вечером вести Хакасия события недели выйдут в повторе на телеканале «Россия-24» в системе кабельного телевидения. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова